3 апреля 1920 года родился Юрий Маркович Нагибин. Сначала по написанному для него свыше сценарию он поступил в мединститут, но потом решил, что сценарий будет писать сам и перевелся на сценарный факультет института культуры. В 1940 году Нагибин опубликовал свой первый рассказ и встал в строй советских писателей. Сначала буквально на фронтах отечественной, а потом как видный соцреалист. Обладавший огромной трудоспособностью и образным живым языком, Юрий Нагибин сделал огромный вклад в советскую культуру. Газеты печатали его статьи, издательства выпускали написанные им книги, режиссеры снимали фильмы по сценариям Нагибина. Никто не догадывался, что он халтурщик и притворщик. Что со всеми разделяет ценности строителя коммунизма, а много и хорошо пишет, чтобы много получать и хорошо жить. Но это стало известно потом, когда опубликовали дневники Юрия Марковича. В одном из рассказов Нагибин пишет, что бюро погоды обещало без осадков, правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тяньшанем. А дубасовцы знали, циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем. Такая уж чувствительная местность. Наш регион в смысле осадков нельзя отнести к чувствительной местности, но днем 3 апреля переменная облачность, температура воздуха 9 градусов, юго-западный ветер 6-9 метров в секунду, во второй половине дня возможны осадки. Ночью облачно, температура воздуха 5 градусов, западный ветер 3-5 метров в секунду.